Бельгия, Босния, Греция и Кипр Бельгия, Босния, Греция и Кипр Должны были попасть в шестерку И так и случилось И так как мы попали В одну из тех групп Надо сказать, что мы Попали в более равную группу Но Это с одной стороны Обозначает то, что У нас есть Шанс выступить Хорошо В европейском отборочном цикле сборная Эстонии Под руководством шведа Магнуса Персона Занимает более чем скромное четвертое место в своей подгруппе И ее шансы попасть на Евро-2016 призрачны Тем не менее, несмотря на то, что игры с Россией в зачет не идут Они уже стали объектом пристального внимания общественности Как в Эстонии, так и в России Знаково то, что обе игры Как в 2016, так и в 2017 году Пройдут 7 октября В день рождения Владимира Владимировича Путина Хочешь не хочешь, а эти по сути Товарищеские матчи автоматически уже оказались политизированы Ведь Эстонии в прежние времена удалось дважды Сыграть с Россией один раз в ничью А другой раз, и эта сенсация запомнилась надолго Эстонцам удалось победить 2-1 Очень важно то, что Мы все-таки сумели смотреть спорт и футбол и культуру вообще В неполитических рамках Пока же комментаторы отмечают, что основная борьба Развернется с командами Греции и Бельгии В нашей подгруппе они выглядят явными фаворитами Но то, что здесь не сложилась так называемая группа смерти Дает нам право надеяться на то, что у Эстонии будет шанс показать красивый И может быть даже результативный футбол Ну а спортивные фанаты очень надеются Что упор все-таки будет делаться на спортивную А не политическую составляющую матчей с Россией Алексей Иванов, Андрес Флорент, Первый Балтийский канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!